Карельон Тихого или монумент невернувшимся из океана. Звуковая инсталляция, появившаяся на днях на берегу бухты Малой Лагерной в Петропавловске, еще до своего официального открытия успела наделать шуму как в прямом, так и в переносном смысле. Семь спиралевидных конструкций, установленных на судовых винтах, уже несколько дней притягивают к себе внимание любопытных зрителей и вызывают множество вопросов, а пользователи соцсетей бурно обсуждают новый арт-объект. Корреспонденты МассМедианьюз встретились во вторник с автором композиции Александром Пономаревым и расспросили о его детища. Называется Карельон Тихого или монумент невернувшимся из океана. Это такая динамическая конструкция художественная. Она сделана по типу древнего музыкального инструмента, такой перкуссионный ударный инструмент, который работает за счет ударов по колоколам или по каким-то другим резонаторам, но при помощи или часового механизма, или музыканта, который управляет. А я придумал вот такой инструмент, который управляется ветром, заходящим в Авадческую бухту через ворота и ударяет он по лопастям винтом. И винты в этом случае служат именно извлекателями звуков, а винты эти с кораблей, прошедших огромное количество расстояний, огромное количество миль и ветер, вот эти, вызывая сакральные звуки, заставляет нас всех вспоминать о тех, кто не вернулся из океана. Как известно, на вкус и цвет товарища нет. Вот и в искусстве практически невозможно встретить единого мнения. Так случилось и здесь. Не обошлось без недовольных. Основная претензия горожан – громкий звук, который издают элементы конструкции. В социальных сетях жители Завойко пишут, что очень громко. А когда они, они еще не успели даже, жители Завойко, они еще не успели слушать даже, потому что мы еще, мы только испытываем. Ну, это же будет периодически. Здесь есть возможность. Я думаю, что зимой мы будем стопорить, как бы. Ну, то есть, это требует, конечно, какого-то подхода, то есть, не просто так, естественно. Но есть и те, кому по душе и внешний вид инсталляции, и ее звучание. Мы должны помнить о тех моряках, которые погибли, защищая нашу Родину. Многие жители Завойко жалуются, что их слышно, этот громко. Как вы считаете, можно ли потерпеть? Мне кажется, они немножко преувеличивают. Мы с дороги подъезжали, не слышали, а они в Завойко слышат. Но это уже, мне кажется, это самое. Не, ну это потом, вы знаете, там ветер когда. Вот я же говорю, мы приезжали, было тихо, а не стояли молча никто. Даже вот сейчас мы сколько ходим, вот в один момент ветер с другой стороны был. И эта штука стала, и не крутилась она совершенно. Это просто сегодня погода такая. Но она же, сами знаете, она же не каждый день у нас такая. Сегодня сильный, очень сильный ветер. Крутят там какие-то гайки, чтобы оно не шумело. А так вообще правильно сделали, молодцы, мне нравится. Добавим, что автор Камчатского «Корельона», художник Александр Пономарев, давно известен своими масштабными инсталляциями в самых неожиданных местах. Так, его авторству принадлежит арт-лодка в фонтане напротив Лувра, арт-объект Ураборос рядом с египетскими пирамидами и другие. Официальное открытие «Корельона Тихого» на берегу бухты Малой Лагерной запланирован на среду.